Грех. Грех – это такое понятие очень сложное. С одной стороны, благодаря католическому влиянию западному, к нам пришла точка зрения юридическая, что грех – это нарушение правил. Но если мы возьмем богословие православное более ранней церкви, то там мнение было другое. Грех – это то, что делает нас хуже. Это то, что нас разрушает, либо разрушает реальность вокруг нас. Именно поэтому это не просто какое-то механическое нарушение правил, законов и так далее. Это наша внутренняя, экзистенциальная, то есть сущностная часть или момент, который, придя в нашу жизнь, привносит вот эти моменты разрушения. Когда мы становимся хуже, когда нам становится хуже внутри или когда нашим ближним становится хуже от наших действий, от наших слов, от наших состояний. Потому что грех может быть и состояние. Это что это? Например, уныние, когда наше состояние передается другим. Именно поэтому грех все-таки это то, что делает нас хуже. Именно для того, чтобы как-то вот глубже осознать грех, есть очень много разных примеров. Вот что же все-таки такое грех? Ну, например, вот так мы говорим, курить – это грех, это плохо. Возникает вопрос, а в чем же в самом действии курения грех? В самом деле, в самом действии механическом курения греха нет. Грех здесь кроется намного глубже. В чем кроется грех? В том, что мы намеренно разрушаем свое здоровье. А разрушая свое здоровье, мы что делаем? Мы разрушаем образ и подобие Бога внутри себя, потому что человек создан по образу и подобию Божию, и наше тело, и наше здоровье – это дар, который нам подарил Господь. Если мы к этому относимся безалаберно, плохо, без какого-то должного почитания и уважения, то вот это грех. А просто кушать сладкое – это не грех. Это точно так же, как наслаждаться вкусной едой. Это не грех. Но жить ради наслаждения. Вот это тогда будет грехом, потому что ты будешь зависим. Это тобой будет владеть. И именно на таких моментах сравнения мы можем понять, что же такое грех. Поэтому грех – это более сложное понятие, не связанное просто с простым нарушением правила. Потому что бывают ситуации, когда, нарушая правила, ты не грешишь, потому что ты их нарушаешь во имя любви, например. Например, есть пост, и в пост кушать нужно только то, что ты уже определил как в мире своего поста. Но ты приходишь в гости, и тебя угощают тем, что не совсем пост. И у тебя дилемма – нарушить свои правила, или же не нарушить их. И в этой ситуации грехом будет не нарушить свои правила. Потому что тогда очень часто может зародиться и гордость, очень часто мы можем обидеть человека в его гостеприимстве. И тут нет любви. А вот если мы нарушили, но мы нарушили по любви, мы не хотели обидеть человека, мы хотели оказать ему взаимность. Это правило любви. Именно поэтому наша церковь говорит о том, что все должно быть по любви. Как апостол Павел говорит, что если я любви не имею, то, в принципе, все напрасно. Субтитры создавал DimaTorzok